В Иерусалиме, капитал Иерусалима. Хай сасея и счастливый день в Иерусалиме! Здравствуйте, дорогие друзья! Это специальный выпуск блога «Святая Земля». Сегодня посвященный событиям, которые происходили в Иерусалиме вчера, 10 мая. Вчера наша страна праздновала День Иерусалима. День Иерусалима – это день, в который была окончена война 1967 года, шестидневная война, и Восточный Иерусалим оказался под оккупацией Израиля. До этого он принадлежал Иордании. Естественно, если государство выиграло войну, оно имеет право оккупировать территорию, которую оно выиграло у другого государства. Однако имеет ли право государство осваивать эту территорию, заселять её своим народом и выселять тех, кто жил здесь исконно или как-то притеснять их? Вот об этом, пожалуй, сегодняшний выпуск. Я думаю, что такого дня города вы ещё никогда в жизни своей не видели. Я уже давно говорила, что в Израиле и в Иерусалиме особенно всё немножечко по-другому. И вот день города израильтяне называют объединением Иерусалима. И здорово, если бы это было действительно так, если бы еврейский и арабский народ объединились в одно целое. Однако, как вы увидите, это совсем не так. Религиозные евреи определённых общин называют это исполнением пророчества Божьего, собранием народа на Сионе и так далее. Сегодня мы хотим показать и рассказать вам о том, что происходит в эти дни в Иерусалиме, почему летят ракеты из газа на Иерусалим и на Израиль, почему гибнут люди, почему происходят столкновения. Мы не только покажем красивые кадры, если можно назвать их красивыми, но и выскажем вам своё, как нам кажется, вполне объективное и честное мнение о том, что же происходит на Святой Земле сегодня. И ещё накануне праздника стали нам показать такое замечательное видео снять специально для того, чтобы отмечать многообразности, много национальности, многослойности Иерусалима, церквей, мечети, мусульмане, христиане, евреи. Вот такой именно город трёх религий. Вот визитная карточка Иерусалима для всех туристов. А главный правитель – Израиль, который как мудрый правитель может всех этих народов объединять. Вот мы находимся недалеко от Явских ворот. Это улица Мамила, которая соединяет западный и восточный Иерусалим. От западного Иерусалима дорога ведёт прямо до Явских ворот, до христианского, мусульманского и еврейского квартала. Получается, что эта торговая улица – это как символ Иерусалима, как один город. Но так ли это на самом деле? Мы это с вами сейчас увидим. Разумеется, что праздник должен был как раз соединять тогда разных людей, разных направлений, разных религий. Но тут мы видим, что День Иерусалима, хоть в моём детстве был для всех, стал праздник только шествия флагов. То есть те, которые ходят, израилетяне, поселенцы с этими флагами, вокруг Иерусалима по нееврейским районам, именно чтобы показать, чтобы они как раз хозяева этого города – это событие, которое стало отмечать последние 20 лет. То есть в моём детстве День Иерусалима – это просто был день, когда мы радовались, что можно идти к стене плача, можно идти по рынку, к старому городу, в мусульманском квартале, сказать привет как бы другим людям. А вот эти как раз ребята, они не хотят, чтобы был христианский квартал, мусульманский квартал, армянский квартал – всё должно быть только наше. Поэтому ходят с флажками. Шествие начинается от большой синагоги в Западном Иерусалиме. И, наверное, вас удивляет, почему же тут одни мальчики. Дело в том, что это поселенцы, это особая, я не побоюсь этого слова, секта Израиля. Это люди, которые считают, что весь Израиль должен принадлежать только и только евреям, что пребывание здесь еврейского народа – это дело Божие, это исполнение всех пророчеств. Они селятся на палестинских территориях, хотя по международным соглашениям так быть не должно, но правительство молча это одобряет. То есть это наши местные националисты со сильным религиозным, естественно, уклоном. Вот поэтому одни мальчики, а девочки будут идти шествием отдельно, и мы вам это покажем. В этом году это шествие закончилось весьма печальными событиями, и об этом вы узнаете в этом видео. Но для того, чтобы понять, почему так получилось, нужно сказать о той политической обстановке, в которой шествие с флагами проходило в этом году. Ну, дело в том, что в Израиле идет обострение конфликта между арабами и евреями, и мы об этом уже рассказывали в одном из предыдущих видео про Рамадан, помните? Так вот, арабские парни стали кидать камни в солдат, которые стояли под стеной плача, ну, где они обычно всегда и дежурят. Тогда израильские командиры, не знаю уж зачем они это сделали, ввели войска на Храмовую гору. Это самое тонкое место в нашей стране, самая горячая точка, наверное, мира. С нее может начаться Третья мировая война на полном серьезе. И вот израильская армия вошла на Храмовую гору, и двое суток у нас уже до праздника еще шли самые настоящие бои на Храмовой горе. Сотни, сотни раненых, есть уже даже сейчас и погибшие. И естественно, что на фоне всего этого вот такое шествие в Иерусалиме могло обернуться настоящим побоищем. Поэтому власти приказали закрыть все магазины в центре города. Весь центр города был перекрыт. Даже остановили городской трамвай, что у нас бывает очень редко. И в Восточном Иерусалиме также было приказано всем арабам сидеть по домам. Были закрыты все магазины. Все магазины в мусульманском квартале старого города. То есть был очищен маршрут для того, чтобы шествие с флагами могло пройти через Иерусалим. Я думаю, что уже все понятно и можно дальше не продолжать объяснение того, чем являются подобные действия. Единственное, что можно сказать, власти поступили грамотно с точки зрения безопасности. Да, в этом смысле все было сделано довольно грамотно и правильно. В последний момент лично решением Бениамина Натаньяху решили все-таки не разрешать шествию идти через мусульманский квартал Иерусалима. Слава Богу! Иначе бы это закончилось просто серьезными жертвами и сотнями еще раненых людей. Мы видим, что грузовиками перегородили проход. И что потрясающе, именно здесь и стояла в 1967 году граница между Иерусалимом восточным и западным. Таким образом, мы видим такой исторический анекдот в день объединения, так называемого объединения Иерусалима. Формально ведь оно действительно произошло. Тогда опять стоит здесь граница. И вот поселенцы, эти удалые молодцы, настроенные явно очень бодро, если не сказать агрессивно, направляются к явским воротам и с победоносными песнями, прославляющими Бога как их отца, еврейский народ как самый сильный в мире, как народ-победитель, они входят в старый город. Ну, явно повторно завоевывать Иерусалим, не иначе как. Нужно также пояснить вам, что в старом городе живет на сегодня около 35 тысяч жителей, и абсолютное большинство – это арабы, которые живут в мусульманском, христианском и также армянском квартале. Евреи живут исключительно в еврейском квартале, и еврейский характер город никаким образом не носит. Смешно-то смешно, но на самом деле, посмотрите, вы видите на улице хоть одного араба? Вы видите на улице хоть одного светского израильтянина? Конечно, нет. Светские израильтяне сидят дома и смотрят телевизор, а религиозные евреи вообще живут своей отдельной жизнью. Арабы все сидят по домам. О каком объединении Иерусалима может идти речь? О каком всенародном празднике может идти речь? Мы с вами видим самое настоящее националистическое шествие в лучших традициях Западной Европы 30-х годов. Шествие направлялось через армянский квартал к стене плача и особо долго и выразительно танцевали у армянской семинарии, чем, кажется, не сильно впечатлили армянских монахов и армян, которые живут напротив. Ну, а после этого... А после этого произошло то, что и должно было вообще-то произойти. Вот так это бывает в Израиле. Рафаил здесь родился. Я здесь живу 27 лет. Такое мы слышали много раз в жизни. Это ракеты. Из Газы летят ракеты на Тель-Авив, на Иерусалим, на другие города Израиля. На Иерусалим было пущено 7 ракет. Мы с девчонками были дома, с детьми в это время. Мы спустились в комнату безопасности. Мамад у нас во многих домах такие есть. Слышали удар, слышали приземление ракет. Ну, пострадавших и раненых, слава богу, нет. Ракеты приземлились на пустыри, что чаще всего, кстати, и бывает. После сирены полиция и армия стала возвращать флагоносцев обратно в автобусы, стала призывать к тому, чтобы люди прекратили шествие. Надо вам объяснить, что в этом году шествие шло из-за ковида, из-за безопасности отдельными такими секторами. То есть это шли разные школы религиозные, поселенческие, разные группы с разными раввинами и так далее. Поэтому всех сразу вернуть было невозможно. Кого смогли, того быстренько запихали в автобус, отправили по домам. Ну, а некоторые с еще большим воодушевлением после происшедшего продолжили свое воинственное пение и с таким победоносным маршем продолжили ходить вокруг стен старого города. Многие дороги оставались перекрытыми в Иерусалиме до самой поздней ночи. Сразу после вечернего мусульманского намаза и после трапезы мусульманской возобновилась стрельба на Храмовой горе. Притом взрывы и стрельба были такими сильными, что мы даже не могли уснуть, потому что мы живем сравнительно недалеко. И Газа обещала ночью пускать еще ракеты. Хамас предупредил, что если Израиль не выведет немедленно войска с Храмовой горы, будут еще ракеты. И Хамас действительно всю ночь обстреливал южные города Израиля. Это Ашкелон и Ашдот, города, которые находятся совсем рядом с сектором Газа. Есть уже один погибший человек и трое раненых, но и, конечно же, есть разрушение и ущерб имуществу от тех ракет, которые не успел перехватить железный купол. Так называемая это противоракетная установка, которая есть почти во всех городах у нас. Ну а Израиль нанес, естественно, ответный удар по сектору Газа. В Газе разрушено очень большое количество домов, потому что у нас авиация просто прилетает в таких случаях и бросают большие такие бомбы тяжелые. Погибло 20 мирных жителей, из них 9 детей. Итак, мероприятие удалось, шествие с флажками закончилось удачно, никаких раненых там не было, дети, взрослые, родители. Можно сказать, что вот такое всенародное... Нет, торжество было, но не всенародное. Даже не весь народ Израиля, если так сказать, солидарен с этими ребятами с белыми рубашками и с передой волос и вот с такими позициями, с песнями. Дело в том, что то, что мы платим сейчас, вот этой ракеты, вот это усугубление конфликта, вот этот очень хрупкий баланс, который был, который между арабами и евреями, большая любовь тут нет, но хрупкий баланс в таких городах, как Лида, в таких местах, как Галилея города, как Назарет, Кана Галилейская, все это нарушилось. Так что спасибо ребятам, что вы показали, что мы с флагами завоевали город Иерусалим. Теперь вся Иудея, Газа горит. Мы очень надеемся, что люди вразумятся каким-то образом, не знаю, каким-то божественным вмешательством и поймут, что нужно жить вместе, в добром соседстве и что все, что происходит сейчас, не перерастет в настоящую серьезную войну. Мы прощаемся с вами, обещаем выходить в эфир как можно чаще и желаем мира и благополучия вам и вашим семьям, независимо от вашей национальности или вероисповедания. До свидания, друзья. До свидания, друзья.